всем добрейшего утра на канале удач на может быть вечера я не знаю как это когда кто из вас смотрит видео но я сегодня хотел бы затронуть тему которая объединяет абсолютно всех людей в первую очередь на европейской территории материка это день победы почему я затронул эту тему многие говорят что мол типа забывают о том чем какой ценой далась эта победа в первую очередь советскому народу и говорят о том что сегодня опять везде вокруг полно нацистов неонациков желающих возродить фашизм возродить вот эти вот времена когда ходили все друг друга убивали тоталитарный вот этот нацизм фашизм и так далее так вот в первую очередь я поздравляю всех с днем победы всех поздравляю с днем победы без исключения а во вторых я хотел бы показать вам кое-что вот посмотрите например на вот эту фотографию или посмотрите на вот эту вот фотографию или вот посмотрите сюда это не где-нибудь это именно в германии это проводится здесь в берлине в крупнейших городах страны люди выходят 8 числа на демонстрации и отмечают день победы это не русскоязычные немцы или как вы говорите там иммигранты так нет 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 это коренные именно коренные немцы которые чтят память советских солдатах о тех кто положил свои жизни за победу в войне над фашизмом и еще один момент я хотел бы отметить то что вот все прекрасно из вас знают трептов парк и памятник воину освободителю в берлине в германии также существуют кладбище военные кладбища где ухаживают бессрочно ухаживают за могилами павших в войне во второй мировой войне советских солдат вот вам пожалуйста как вы говорите двойные стандарты да то есть кто-то говорит одно а кто-то говорит другое а на самом деле истина показывает себя с той стороны с которой она привыкла себя показывать у нас здесь городе есть огромное кладбище военное кладбище там несколько секторов именно отведены вот этим вот могилам войск союзников и советских солдат наряду с теми кто как бы воевал против них вот пожалуйста и это государство ухаживает за этими могилами это государство чтит память тех людей которые боролись с нацизмом которые боролись с фашизмом на территории всей европы поэтому все люди утверждающие был типа германия это страна возрождаемого нацизма и так далее так далее все это чушь все это глупости люди прекрасно знают люди прекрасно понимают многие особенно старшие поколения помнят эти ужасы войны естественно никто из местного населения не поддерживает войну на украине никто абсолютно все выступают против этой войны но наше правительство считает что зарабатывать деньги на продаже оружия намного приятнее и полезнее для собственного кармана чем миролюбивые отношения между странами вот так вот вот такие дела ну и хотел бы сейчас немножечко вот так вот раз я уже начал эту тему перешел плавно с одного на другое затронуть тему вот это вот скажем так тотальной мобилизации украинских беженцев с территории германии на линию фронта в войне украины против россии после заявления зеленского и выступления о том что нужно вот этих всех военно обязанных физически здоровых мужчин с украины отправить как отправить пригласить их в консульские отделы с целью убеждения того что они и раз они патриоты то они должны выступать со стороны украины с оружием в руках против россии немецкие власти сначала говорили что они не будут этого делать потому что это идет в разрез с правами человека они отказываются это делать но сейчас с молчаливого согласия немецких властей украинские власти начинают тихонечко скажем мягко мобилизовать тех людей которые приехали сюда пару лет назад на фронт на линию фронта для того чтобы они взяв оружие пошли положили свои жизни в этой кровопролитной блин бессмысленной войне почему бессмысленной да потому что любая война повязана на деньгах любая война повязана на захвате территории любая война повязана на религиозных отношениях или взглядах тех или иных политиков и что самое вот мне мне непонятно очень многие украинские беженцы приехавшие сюда несколько лет назад в германию на территории германии бегавшие с флагом украины кричавшие слава украине героям славы и так далее сегодня вдруг подают заявление на принятие российского гражданства потому что в германии они оставаться уже не могут почему не могут потому что им давали статус беженца на два года два года уже прошло продлевать этот статус беженца будут только тем кто допустим больной немощный вот эти старики дети и женщины молодым здоровым парням этот статус беженца продлевать отказываются во многих местах во многих ведомствах и поэтому эти люди когда они поняли что они здесь фактически остаются на птичьих правах и то что вот они живут здесь уже считаю третий год и львиная доля этих людей просто напросто не хочет отказывается работать не хочет работать но с удовольствием готовы получать и дальше социальные пособия они поняли что государство немецкое не особо чтит таких людей дармоедов открыто говорят дармоедов поэтому немцы просто-напросто немецкие вот эти вот компетентные органы стали закрывать глаза на то что украинских вот этих вот молодых парней здоровых физически сильных сейчас будут отправлять обратно на украину для того чтобы они продолжали вот эту вот войну а если вот вопрос если зеленский говорил что у них достаточно людей и достал достать достаточно сильная армия то блин куда ж делись то ваши сильные люди куда же они делись если вы теперь вот этих вот в германии только почти 400 или 500 тысяч вот этих вот беженцев украинских мужского мужского населения способных держать оружие в руках вы хотите их вернуть обратно у меня теперь у меня возникает еще один вопрос а вот эти вот беженцы вот кстати вот как раз к ним я и обращаюсь дружочки парубки украинские которые бежали сюда в германию потом здесь бегали по всем улицам с флагами блин и кричали блин слава украине украина по над усе и так далее блин какого черта вы сейчас мы просите блин убежище в россии и российского гражданства вы что же думаете что блин россия глупая слепая страна которая не понимает того что если вы сейчас туда приедете вы получите все статусы все все социальные примочки вот этих вот российских граждан парубки которые бежали сюда якобы патриоты украины кричавшие здесь что вы воюете там для того чтобы россия не пришла сюда чё ж вы забыли здесь ладно фиг с ним вы сейчас едете в россию многие из вас уже начинают покидать германию потому что у вас тут уже никто не держит и вам мягко начинают показывать на то что перед вашим носом закрывается социальная дверь вы будете сейчас ехать в россию как вы думаете что с вами там будет правильно вас поставят под ружье и скажут раз вы приехали в россию раз вы так хотите жить в россии докажите свою вот эту патриотичность тем что вы сейчас пойдете на линию фронта и будете долбить вот этих вот украинских нацистов скажем так это вот вам россии так скажут это не я говорю это вам так скажут в россии что же вы будете делать куда вы будете дальше бежать а там из россии если вы уже туда приедете вы уже убежать не сможете вы же все говорите тоталитарное государство тоталитарное государство вот пожалуйста тоталитарное государство есть такая хорошая поговорка не плюй в колодец потому что придется из него водиться напиться вы бежали от войны я не спорю может быть я тоже бежал бы от войны фиг меня знает я не хочу воевать хотя стреляю прекрасно но я не хочу воевать я просто не хочу вы я не хочу убивать и не хочу воевать но оружие в руках держать могу и причем хорошо могу держать оружие в руках но я не хочу никого убивать я может быть тоже бежал бы от войны в своей стране не знаю чтобы спасти свою семью или отправил бы семью куда-то чтобы они спаслись не знаю но я не осуждаю того что вы бежали от войны Я осуждаю то, что вы, приехав в Германию, бегали здесь на демонстрациях с украинскими флагами и кричали, что всех русских нужно поуничтожать, что русских вообще быть не должно и нужно искоренить русский язык с лица земли. И теперь вы, вот эти вот, которые кричали, горлопанили, едете, просите политического убежища в России, потому что Германия перед вашим носом закрывает двери. В Польше вам уже не продлевают ни визы, ни выдают новые паспорта, вас оттуда вышвыривают. Куда, ну, кто же вы такие? Кто же вы такие? Вы не патриоты, вы... Ну, вы, вот, сказал бы я, блин, да, многие обидятся. Ладненько, фиг с ним. Любая война заканчивается с одной стороны победой, с другой стороны поражением. Виноватых всегда наказывают. А вот перебежчиков, изменников, родины, изменников, вот этих вот предателей, блин, их наказывают вдвойне. Поэтому прежде чем бежать в Россию, вы что же думаете, что те видео, которые вы выкладывали в интернете, на ютубе, на фейсбуке, везде, в соцсетях, где вы стоите или с украинскими флагами в Германии и кричите, что всех русских нужно поуничтожать, вы что же думаете, эти видео не попали в те базы данных, с которых будут считывать потом ваши, ваши же имена и отчества, сверять ваши лица, прежде чем отсюда из Германии бежать в Россию, подумайте, правильно ли вы переобуваетесь? Вот и все, что я хотел сказать. В общем, с праздником всех еще раз, с Днем Победы над фашизмом! Субтитры сделал DimaTorzok